Готовность образовательных учреждений к новому учебному году проверили депутаты районного совета. Для осмотра ими были выбраны школы и детские сады, в которых запланирован значительный ремонт. В Щелковской гимназии на замену кровли, спортзале, восстановление лестничных маршей, закупку мебели для ученического музея истории из бюджета района выделено более 2 миллионов рублей. Кровельные работы завершены. До 25 августа силами подрядных организаций будет выполнен косметический ремонт внутри спортивного зала. 1 сентября сюда придут учиться 1060 человек. В соседней шестой школе замену парапетов тормозит аукцион по выбору подрядной организации. В этом году из разных источников на ремонты в учреждениях выделено около 55 миллионов рублей. Полным ходом идут работы в Вогодневской общеобразовательной школе. Силами трудовых бригад старшеклассников и педагогов ведётся косметический ремонт кабинетов и холлов. Заменены электропроводка и освещение. Осталось поставить окна, повесить наружные фонари по периметру школы. Бюджет ремонта превышает 4,5 миллиона рублей. В Щелковской школе номер 3 вовсю идут ремонтные работы. Здесь учатся тысячи учащихся в две смены. Ну, сейчас здесь ведутся отделочные работы. В раздевалках, в фойе уже выстелена плитка. Ну, осталось сделать фасад. Работы выставлены на конкурс. Третья школа – одна из самых загруженных в городе. В две смены здесь учатся тысячи детей. В этом году в облике образовательного учреждения произошли заметные перемены. Они видны прямо с порога. Проведены ремонты крыльца. Также у нас полностью отремонтировано фойе. Совершенно новая раздевалка для детей детская. Полностью поменена вся электрика. Светодиодные лампы поставлены. Ещё уютнее стала городская школа номер 8. Ей в этом году исполнится 63 года. По решению коллектива в план ремонта были включены школьный буфет, фойе и коридоры. Восстановление дорожек вокруг школы смета составило около 2 миллионов рублей. Основные работы завершены. Особое внимание было уделено на то, чтобы восстановить или отремонтировать системы теплоснабжения, водоснабжения, кровли. Вот в тех школах, в которых мы были. Также достаточно большие работы. Вот, например, мы сейчас находимся в 8 школе. Проведены вот такого косметического ремонта. То есть сделаны плиточные покрытия, заменены двери, заменены окна. Это очень хорошо. Я думаю, что все работы будут завершены. И мы где-то ещё в конце августа проедем и посмотрим. По решению депутатов, школы и сады были освобождены от налога на землю. Сэкономленные средства направлены на поддерживающий ремонт. Учреждения образования, эти деньги сейчас очень активно стараются кинуть эти средства на болевые места в наших учреждениях образования. Очень приятно, огромное спасибо руководителям, которые всё-таки лето, время отпусков, а у наших руководителей самая такая, наверное, активная работа. Финалом объезда стало посещение депутатами детского сада номер 65 «Радость». Его воспитателям и родителям омрачало настроение протекающие кровли и ветхое отопление. На решение этих проблем дошкольному учреждению выделено почти 9 миллионов рублей. Михаил Налётов, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щёлково». 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 «Щёлково».